Термопод штука удобная, к нему привыкаешь. Это ваш придворный музыкант? Да, это мой домашний музыкант, его зовут Магнитофон. К нему привыкаешь, и когда он перестает работать, хочется купить новый. То и случилось с моим Поттером Panasonic NC PF30PV. Купил я его в январе 2013 года, а через 4 года, в декабре 2016, он стал очень долго нагреваться. Думал купить новый, но цена в то время взлетела с 4 до 8 тысяч, и это было торгарское безумие какое-то. Кстати сказать, сейчас цена на них снова стала те же 4 тысячи. И я решил отремонтировать этот Поттер. Надо было заменить нагревательный элемент. Фирменный ремонт или запчасти стоили столько, что проще купить новый прибор. Но было простое решение. Китайцы давно сидят на производстве Поттеров, и у них много подобных запчастей. Я взял на Алихе нагревательный элемент, что было в 20 раз дешевле покупки нового Поттера или его фирменного ремонта. Такие элементы были тогда и в России, но у перекупщиков, естественно. Они стоили раза в два дороже, поэтому брал у китайцев. Надо заметить, что сейчас подобные элементы можно купить у нас, но уже по нормальной цене. Однако это было тогда, в 2016 году. Итак, ремонт. Разбираем Поттер и добираемся до колбы. Она покрыта утеплителем в блестящей пленке. Отмечаем ширину нового нагревателя, удаляем утеплитель и заворачиваем края пленки внутрь. Закрепляем новый нагреватель на колбе. Коммутируем провода. Было бы удобно использовать контакты старого нагревателя, но в нем еще рабочий элемент для подогрева, поэтому коммутируем провода на весу. Собираем все в обратном порядке. Проверяем. Все отлично. Время кипячения увеличилось минут на 10, потому что нагревательный элемент менее мощный, чем родной. Попьем чайку. Этот ремонт был сделан в январе 2017 года, а через два года перестал работать этот китайский нагреватель. Взял, докупил новый недорогой Поттер. Работает пока что. Всем успехов! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...